Всем привет дорогие друзья! Сегодня снова у нас эксперимент с моторными маслами на вязкость при низких температурах. Сегодня у нас столбик термометра опустился на минус 40, но придется поверить на слово, так как электронный градусник отказался показывать температуру. Ну а другого у нас к сожалению нет, но я думаю в этом ничего нет страшного. Образцы у нас все те же, Роснефть 5В30, синтетическое масло, Shell Helix 5В40, также синтетика, ну и полусинтетика Shell Helix 10В40. Резину тянуть мы не будем, переворачиваем образцы и смотрим какой шарик достигнет финиша быстрее остальных. Но мы явно видим, что Shell Helix 5В40 лидирует, Роснефть немного позади. Хотя у Роснефти 5В30 температурный диапазон эксплуатации на 5 градусов ниже, чем у Shell. Таблицу температурных диапазонов вы можете посмотреть в углу экрана. Но тем не менее, Shell Helix идет немного впереди. Но я думаю всем понятно, что ни на одном из этих масел в минус 40 мучить мотор автомобиля, я думаю, не стоит. Иначе при запуске будет очень сильное масляное голодание, отчего здоровья мотору автомобиля не добавит. Я думаю, что стоит подождать, пока погода наладится, температура подымется. Ну или, либо, если есть необходимость, то подогреть уже движок, а после этого производить запуск. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну а сейчас сымитируем подогрев, занесем в тепло, ну и повторим эксперимент. Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Видно, что масло отходит моментально, сразу начинает шарик стремительно падать вниз, намного резче, чем на морозе. Роснефть сразу же догнала Shell 5W40. В общем, подводя итог, при минус 40 мотор запускать не стоит, лучше немного подогреть, а после этого производить пуск. Итак, друзья, у меня на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Обязательно пишите письма в комментариях, шлите переводы, у кого есть лишние бабки. Ну, в общем, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok